Друзья мои, у нас сегодня лекция, пожалуй, обладает максимальной концентрацией философов на то время, которое у нас осталось. Потому что нужно пройти эллинистические школы, то есть вот здесь вы видите, надеюсь, видите, да, видно. Значит, это вот, вот смотрите, вот то, что я показываю сейчас на экране лазерной указкой, это вот Греция. Вот чуть выше находится Македония, желтенькая. Вот, то есть Греция вместе с Македонией вот такая. То есть это вот то ядро будущих завоеваний Александра Македонского, которое было до момента его похода. То есть походы у него начались в 337 году, и он, ну и дальше вот пошел, что называется. Продолжились достаточно долго, то есть всю жизнь он, по сути, как бы оставшись, провел в походах, и по сути, в походах-то и умер. Вот. И за это время он захватил колоссальную территорию. Вот. И если взять, допустим, Гресу вместе с Македонией, там, дай бог, наберется 2 миллиона человек. Вот. Территорию, которую они захватили, ну, собственно, как бы, Греки с Македонианами вместе, совместно, ну, на этой территории обитало, ну, примерно четверть населения Земли. То есть 50 миллионов человек. Вот. То есть завоевателю подобного Александра Македонского, как бы, история больше не видел, наверное. Ну, ладно, что Чингискан. Вот. Тоже примерно такие же масштабы. Ну, впечатляет. Вот. Тем более, что ему пришлось пройти через персидское государство. То есть еще неизвестно, смогли, допустим, монголы преодолеть этот заслон. Вот. Александр смог. Причем достаточно скромными силами. Вот. Потому что качество, собственно, греческого и македонского воинства было высоким. Вот. Любопытное дело. При том, что эти люди любили свободу, в армии у них царил жесткий порядок. И этот жесткий порядок позволял из самых трудных ситуаций выходить с честью. Вот. И вообще, как бы, вот, в принципе, тяжелый пехотинец – это вообще, как бы, достаточно мощная штука. Вот. Ну, вот результат. Здесь, на самом деле, даже не все показано. Потому что вот завоевание, ну, вот река Инд, то есть бактрийское царство, оно тянется чуть-чуть дальше, вот Инда. Потом оно достаточно быстро сжалось в объемах. Буквально за 50 лет, собственно, индусы многое отвоевали. Но бактрия, как таковая, осталась. Вот. Вплоть до того, что... То есть это было такое греческое государство. То есть бактрия – это вот на территории современного Афганистана. То есть на территории современного Афганистана жили греки. Вот. И был такой довольно забавный эпизод, когда, собственно, вот бактрийскому царству помогали китайцы отбиться от неких протомонголов Чжжени. Вот. То есть был такой, как бы, вот момент. То есть китайцы выслали на помощь бактрии, так сказать, свой воинский контингент. Ну, то есть, как бы, чтобы были понятны масштабы, так сказать, вот, потрясений, которые сложились в эпоху Александра, да. Да. Но, разумеется, его империя была абсолютно неженеспособным, собственно, образованием, поэтому она распалась вот моментально, вот, после его смерти. И далее последовала достаточно кровавая эпоха так называемых войн-диадохов, когда последователи Александра Македонского, бывшие его друзья, вот, стали злейшими врагами по отношению друг к другу. И вот эта вот, собственно, империя была раздербанена на отдельные вот составляющие. То есть была Селевкинская империя, была вот Бактрия, Парфия, вот, Египет. Вот, Птолемей там очень хорошо подсуетился, захватил себе самую богатую провинцию. Вот. Ну и, наконец-то, была та часть, которая, собственно, досталась непосредственно македонцам. Забыл немножко, как звали там этого царя, который стал наследником Александра-диадохом. Ну, неважно. Вот. Важно то, чтобы вы увидели, что, в общем-то, к чему приводит, вообще говоря, подобное вот рода расширение, да. То есть, последствий было два, в большом счету. Во-первых, в этот поход ушли очень, так сказать, нужные для Греции, для Македонии люди и не вернулись. Поэтому, в целом, градус, скажем так, ну, назовем это пассионарностью, вот, хотя, в общем-то, сейчас тут же меня, так сказать, начнут пинать за Гумилёва. Вот. Я в Гумилёва-то сам не особо верю. То есть, я примерно год назад решил переслушать эту аудиокнигу, собственно, книги «Нос и биосферы». И подумал, боже мой, какой бред. Вот. Хотя в детстве я в это дело очень хорошо верил. Вот. Но, все-таки, несмотря на бред, да, тотальный почти, что, вот, тем не менее, вот, некоторую, вот, все-таки, сущность, как бы, вот, он схватил. То есть, я не совсем согласен полностью, вот, но вот, да, в общем, с пассионарностью вот в оставшейся Греции и в оставшейся Македонии стало хуже. То есть, хорошие люди ушли. Посредственности остались. Для этих посредственностей, может, даже жизнь стала ей более удобной, потому что ушли, скажем так, те, у которых была заноза в заднице. Вот. И, в общем-то, без них, в общем-то, оставшимся стало спокойнее. Но вместе с тем исчезло то, что делало эти общества по-настоящему прочными. Вот. И Греция, она была на тот момент уже завоевана македонянами. Ну, нужно понимать, что македонцы были, ну, почти что греками. То есть, это были протафракийские тоже племена, что греки, что македонцы, они выросли примерно из одного корня. Вот. Как бы то ни было, они были филэлленами. Вот. То есть, большими любителями греческой культуры. Вообще, грекам повезло, потому что все их завоеватели так или иначе были филэлленами. То есть, греков единственные, кто вот по-настоящему ненавидел, вот, это, во-первых, вот ненавидели персы, да, ну, понятно, да, то есть, как бы, вот, что называется, нашла коса на камень. То есть, персы не ожидали встретить такое тотальное сопротивление со стороны греческой колонии, а потом со стороны всей Греции. Вот. Во-вторых, греков ненавидели евреи. То есть, вот, как бы, второй такой момент. Вот. То есть, противостояние между евреями и греками, оно продлилось, по сути, вот, даже после вот той эпохи, когда случилось вот это вот рассеяние евреев после иудейских войн. Ну, в общем, как-то вот в античности эти два народа, мягко говоря, не дружили. Потому что евреи были очень религиозными, а греки как раз религиозными не были. И более того, собственно, евреи-то оказались после разрушения персидской державы, которую в целом они любили. Ну, то есть, евреи, как бы, вполне сносно относились к персам, потому что все для них хорошо началось при персах. То есть, я уже рассказывал вам историю про царя Кира, который, в общем-то, по сути, как бы, вновь вернул их им государственность, да еще и снабдил средствами для ее восстановления. Вот. А тут, понимаете ли, пришли греки и все испортили. Вот. И потом они стали властвовать вовсе не так, как нравилось евреям. Вот. И поэтому достаточно быстро у них начались всевозможные трения. Как раз вот там возникает эпоха Маковеев. Вот. То есть, они постоянно, как что называется, друг друга оскорблялись. Два народа, сами-то не понимая, как бы, в общем-то, на какие больные мозоли друг у друга не наступают. Вот. Причем, евреи чувствовали сильное давление со стороны мощной греческой культуры. То есть, многие евреи эллинизировались. И, в общем-то, такие, скажем так, приверженцы ортодоксальных верований, они, в общем-то, тем больше ненавидели, собственно, греческую культуру, которая отнимала у них соплеменников. Вот. Но в целом, если говорить о других народах, в общем-то, греки смогли более или менее поглотить вот весь этот огромный мультиэтнический субстрат. Точнее, даже не поглотить, случился синтез. То есть, смотрите, как бы, два события. То есть, с одной стороны, мы видим, что резко в Греции и Македонии просила пассионарность, а с другой стороны, возникли синтетические новые культуры. То есть, в этом плане, если когда-нибудь будете в Берлине, в Берлинском музее, по-моему, это новый музей, там есть собрание вот именно эпохи эллинизма. И довольно забавно смотреть, допустим, на вот таких типично египетских мумий, вот, у которых вместо вот той маски, которая обычно надевалась на лицо мумии, был такой классический греческий портрет, вот, нарисованный на специальной доске. То есть, портрет очень красивый, очень хорошо исполненный, прям настоящая живопись эпохи, так, ренессанса. Вот, но, тем не менее, это все-таки вот такое совмещение было двух таких вот смесь бульдогов с носорогом. Очень странное ощущение. И вот подобных смесей бульдогов с носорогом греки наплодили вот на всей этой территории множество. Вот, то есть, наверное, это было отчасти позитивным моментом, ну, всякое бывало. Вот, в целом, эпоха после вот окончания войн диадохов, ее нельзя было назвать спокойной. Потому что все равно между этими эллинистическими государствами продолжались трения. Вот, все равно там постоянно возникали войны. Вот, возник такой вот тип, собственно, как бы воина, как такой вот греческий наемник. Он был и раньше, но тут он вышел, что называется, на авансцену. То есть, люди без чести и совести, вот, для которых главное было деньги, и вот они нанимались, собственно, в армии разнообразных вот этих вот эллинистических государств, и, в общем-то, пощады от них никто не ждал. Потому что, в общем-то, в принципе, можно было бы в этот эллинистический период прожить достаточно комфортабельную жизнь, если не попадешь, что называется, под какую-нибудь армию грабителей, которые случались периодически. Вот, по поводу государств. Как видите, они большие. Большие и мощные. То есть, государство Селевкидов большое и мощное. Про государство Патеремеев я вообще молчу. Большое и очень мощное. И в эту эпоху, ну, вот такая совокупная мощь, именно такая политическая, военная, вот, греческой, но, на самом деле, уже не греческой, а скорее эллинистической культуры, она возрастает. С другой стороны, греки полностью теряют свои исконные, вот, основанные на вот том изначальном типе политического устройства, корни. То есть, греки раньше жили в городах-государствах, которые управлялись как полисы. А полис было, ну, это было отдельное такое образование, я не буду сейчас об этом говорить, потому что, естественно, у вас есть записи. Вот. Но теперь все, эпоха полисов прошла. То есть, в лучшем случае, полису дарили автономию. Иногда эта автономия была достаточно широкой. Фил Эллины, которые завоевывали Грецию волна за волной, вот, они были людьми, в общем, тоже неглупыми и старались все-таки эту автономию поддерживать. Поэтому, в принципе, для рядового грека, может быть, и мало что поменялось, но вот исчезла некоторая греческая соль. И вот исчезло вот это чувство свободы, которое очень хорошо выражалось в первой же фразе Солоновской конституции. Грек по природе своей человек свободный. Все. Свобода греков кончилась навсегда. То есть, когда ты находишься наедине с общественным собранием, как это сделал, допустим, Сократ, да, оказавшись наедине с общественным собранием, которое было по отношению к нему очень негативно настроено. Но он, тем не менее, смог в значительной степени переломить общественное отношение к себе, хотя его это собрание и казнило. Но такая этическая победа была все-таки за ним, моральная победа была все-таки за ним. И впоследствии афиняне-то одумались. То вот теперь даже шансов на подобный исход не было. Потому что одно дело ты и общественное собрание, а другое дело ты и безликая империя вокруг тебя. Ты слишком мелкий сморчок, чтобы, в общем-то, быть чем-то значительным на фоне эллинистического вот этого гигантского государства, для которого главная была иерархия, деньги, власть, удача, рок, судьба. Вот о таких вещах начали думать. Ну и, разумеется, нравы испортились. И вот в условиях порчи нравов возникли соответствующие философские школы. Чем отличается классика, философская классика Греции от, собственно, этого постклассического эллинистического периода? Тем, что люди перестали быть оптимистами. То есть вот те, которые по-настоящему были мыслителями, они видели не самые приятные моменты. И даже если все было более-менее внешне благополучно, они чувствовали, остро чувствовали, что кончилось по-настоящему то, что составляло сущность греческой культуры. Кончилась свобода. Ну и, соответственно, на этом грустном основании мы видим возникновение нескольких школ. Скажу сразу, что школ на самом деле было больше. Там одних сократических школ было порядка шести. А здесь я вам расскажу всего лишь об одной. То есть о школе кинников. В целом Сократ у всех из перечисленных мной сейчас будет на этом слайде школ вызывал восхищение и уважение. Правда, разные его ипостаси, разные его, скажем так, качества разными школами ставились в пример. То есть Сократ это в целом такой этический универсальный идеал для всех типов греческой философии. Но в разных школах как бы что-то разное, что-то свое подчеркивалось. Одна из сократических школ, которая вот нас попала, я вот такие вот мордашки перерисовал, потому что в значительной степени эти школы, если не считать, конечно, стойков, они уже были не про логику, а про этику, а вот некоторая этическая, скажем так, составляющая школы, она вот в принципе вот такой вот мордашкой, соответственно, как бы неплохо рисуется. То есть что мы здесь видим? Это такой человек, который постарался назваться полностью независимым от окружающей действительности. То есть главное для кинников быть абсолютно свободным. А под свободой они понимали полную независимость. от общества. Причем в том числе и от каких-то полезных вещей, которые это общество регулировало, например, от общественных устоев. Вот. В общем, это такие были... Ну, давайте о кинниках сейчас, конечно, будем говорить более подробно. Вот. Ну, вот главный их идеал, это идеал, так сказать, такой свободы. Вот это вот главное. Дальше. Скептики. То есть в условиях появления большого количества философских школ, в условиях, когда у вас греческая культура вдруг неожиданно чисто территориальная стала огромной, в этих условиях, разумеется, должны были поменяться, скажем так, воззрения на действительность. То есть раньше вы были в одной ситуации, сейчас вы стали в совсем другой ситуации. Вот. Ваше сознание в значительной степени расширилось. Вот. И в итоге взгляды на противостояние разных школ, они тоже поменялись. Вот. В этих условиях как бы вот появился вопрос, да, а на что опираться все-таки? То есть интеллектуальная ситуация изменилась. Вот. Чему довериться? То есть где найти прочное основание? Вот. Это школа скептиков. Значит, то есть на самом деле у них тоже была своя этическая позиция, сразу скажу. То есть они хотели такой, знаете, безмятежности духа, который основан на прочном основании. То есть это такой особый тип счастья, такой вот. Ну вот, называется атораксия. То есть безмятежность и бесстрастность. Вообще говоря, бесстрастность – это немножко другой термин. Ну ладно, мы сейчас до этого тоже доберемся. Вот. В общем, вот безмятежность вот в сложившейся непростой жизненной ситуации. То есть на что опираться? Надо же на что-то опираться. Дальше. Эпикуриицы. То есть эти люди жили по принципу «хочешь быть счастливым, будь им». То есть это известный принцип Казимы Пруткова. Вот. И, в общем-то, вот Эпикур, который этот принцип проповедовал, он нашел немало слушателей. Правда, школа достаточно быстро выразилась в любителей гедонизма. Их часто, собственно, в этом упрекали. Хотя исходно в Эпикуре ничего такого гедонистического особо-то не было. Он постоянно приписывает всякое. Ну, мы сейчас до этого дела доберемся. В общем, главное – получать счастье в этом мире, который можно было бы обозначить как юдор печали. То есть как быть счастливым буквально на дыбе, да? Ну, и, наконец-то, стойки. То есть как сохранить свою добродетель в обществе полном пороков. То есть как, вообще говоря, вот это сделать. То есть, вот... Кстати говоря, Стоицим в значительной степени пересекается с ранним христианством. А в христианстве был другой, в таком древнейшей части, в древнейшем своде христианских писаний, в Ветхом Завете, был другой этический идеал, такой Ной, да? Вот по Ветхому Завету Ной был единственным праведником в таком очень неправедном мире. И вот ощущение стойков было очень похоже. Я единственный праведник. Как сохранить свою праведность? Тяжело, так сказать, устоять перед соблазнами. Потому что, вообще говоря, человек, который живет... Ну, честный человек, который живет в мире хитрецов и лис. Вот, ну, скажем так, это не самое приятное дело. Ну вот, об этих школах мы поговорим. Кроме того, у нас на закуску будет неоплатонизм. Так что сегодня у нас такая достаточно большая лекция. Если мы слегка заберемся за пределы наших временных параметров, вы уж меня извините. Ну что ж, давайте поговорим сначала о кинниках. Значит, основатель этой школы антисфен. То есть, по сути, это младший современник Сократа. То есть, мы видим, как бы, что он на 20 примерно лет моложе Сократа. И, разумеется, он был одним из тех, кто Сократа активно слушал. Одним из учеников. И антисфен свое взял от Сократа. То есть, ему нравилось то, что Сократ, ну, будучи человеком небогатым, совершенно не переживал по поводу, собственно, вот этого своего, своей бедности. Для него это был вообще, как бы, совершенно малозначимый атрибут. Он не был от него зависим. То есть, многие из бедных, они тяготятся своей бедностью. Тяготятся настолько, что становятся главной проблемой в их жизни. И антисфен, он тоже старался добиться вот этого идеала греческого мудреца. То есть, греческий мудрец, он безмятежный. Человек, обладающий богатством, он вряд ли может быть безмятежным. Даже человек, обладающий вот в том мире, который постепенно выкристаллизовывался вот в результате вот этого возникновения вот этого эллинистического мира, даже обладатель среднего уровня достатка, он рисковал потерять все. Ну, чего ж тут говорить. То есть, антисфен видел и возвышение Афин, и достаточно жесткое их приземление. Потому что, вы знаете, уже даты Пелопонезской войны. То есть, видите, антисфен еще был молодым человеком, когда Пелопонезская война началась, и закончилась для Афин полной катастрофой. И, в общем-то, в такой ситуации, когда ты видишь гибель половины, а то, может быть, даже и двух третей населения своего государства, зачастую возникает некоторая переоценка ценностей. Вообще говоря, слово переоценка ценностей является ключевой словой вообще всей кинетической школы. То есть, антисфен, он совершил такую переоценку ценностей. Ну, и вот последующий... Ну, то есть, кинеков, вообще говоря, было достаточно много, но обычно вспоминают двоих вот этих ранних кинеков. Это вот антисфены и диогены. Вот диоген, он еще в большей степени совершил переоценку ценностей. Антисфен еще видел берега, что называется, а вот диоген их полностью потерял, что называется. Вот. Но в любом случае, принцип самодостаточности, то есть, чтобы быть самодостаточным, нужно быть простым. Вот. Но если антисфен, вот его простота была сродни простоте Сократа, дальше у кинеков все доходит до какого-то уровня безобразия. То есть, уже диоген живет в бочке, вот, пьет из лужи, как бы самое, вот, с помощью ладони, вот, и считает, как бы, что чашка ему не нужна, потому что зачем есть ладонь, вот. Ну, то есть, это уже, знаете, это показное какое-то, вот такое безразличие к таким вот вещам, которые, в принципе, составляют часть нашего быта. Ну, то есть, если, допустим, антисфена можно было бы обозначить как святая простота, то диоген уже перешел рамки разумных. Вот. Ну, значит, второй момент, который антисфен усвоил у Сократа, это безразличие к собственным желаниям. Ну, то есть, у Сократа была достаточно своеобразная психология, то есть, по всей видимости, вот эти вот приступы к каталепсии, то есть, видимо, это не совсем, как бы, вот, психически здоровый человек, все-таки обычно люди, они к своим желаниям не так безразличны, как был Сократ. То есть, Сократу было все равно, холодно на улице, тепло, там жара, там что. Вот он всегда, вот, чувствовал себя в хорошем таком настроении духа. Ну, в принципе, это хорошее качество, не зависит от таких вещей. Но обычно ведь люди так себя не ведут. Вот, собственно, антисфен, видимо, таким качеством не обладая, все-таки поставил такое поведение, так сказать, вот своей целью. То есть, он хотел стать столь безразличным к собственным желаниям. То есть, смотрите, свобода – это главный идеал кинизма, в том числе, свобода от себя, от своих низменных проявлений. То есть, главное, что есть в человеке, это его дух. Но вот любопытно, что, вот сейчас мы будем видеть, сейчас мы доберемся до духа, значит, ну, само собой, если уж ты к собственным желаниям, скажем, относишься безразлично, то тебе абсолютно наплевать на мнение толпы о себе. У кинников, опять же, это переходит, как бы, некоторые грани разумного. Говорят, что, так сказать, ну, Диоген начал, собственно, это дело, вот, а последующие усугубили. То есть, они были вечно грязны, вечно в каких-то лохмотьях. У них были некоторые атрибуты, то есть, такой особый серый плащ, такая специальная сумма, вот, это вот была такая уже униформа всех кинников. Ну, и, несмотря на то, что, вроде как, вот эти вот ранние кинники провозглашали отказ от каких-то там стереотипов, тем не менее, вот у поздних кинников как раз стереотипы-то появляются. И вот их нельзя назвать безразличным к мнению толпы. Вот Диоген был, Диоген, безусловно, был безразличен к мнению толпы. Хотя, опять же, то, что он делал, было поиском человека. Об этом чуть позже. То есть, безразличен, но не совсем. Вот Антисвен пытался принцип безразличия к мнению толпы полностью реализовать. Ну, и, наконец-то, безразличие к правилам общежития, да, безразличие к нормам морали, к... Вот этот момент, да, то есть, вот любопытно, что Антисвен, он еще был, в принципе, моральным кинником. Он, конечно, вот он что еще взял у Сократа? Он взял его, такой некоторый у нас... Ну, у Сократа была вот эта ирония, граничащая с насмешливостью. Антисвен был более злым в этом смысле. А вот последующие кинники – это было общежитие. То есть, они были великими насмешниками. Они высмеивали. Но если Антисвен высмеивал, допустим, себе подобных, например, Платона, там, для Аристотеля... Ну, Платон был любимым его, как бы, объектом для шуток. Вот он там петуха щипает, чтобы испортить все определение. То есть, вообще, вот, кстати, в этой легенде тоже кое-что подчеркиваю. Вот как вот высмеивание, на самом деле, это очень мощный удар под дых там любым, как бы, вот, собственно, вот таким академикам. Потому что вот преисполнен, собственно, величие Платон. И вот он дает определение человеку. Ну, определение действительно, как бы, достойное того, чтобы его высмеять. Двуногая и без перьев, да? Вот. Ну, в общем, Антисвен предъявляет Платону, так сказать, очипанного петуха. Вот. И Платону приходится добавлять к определению, собственно, двуногая и без перьев и с плоскими ногтями. Вот. Это звучит, ну, настолько нелепо. Вот, ну, вот, то есть, вот, вроде как пошел на поводу у Антисвена. Поэтому вот Платон ничего не мог сделать с Антисвеном. То есть каждый раз у них случались такие стычки. Вот. Вот это вот тоже известное, там, когда Платон начинает, например, живописать, как бы, идею лошади. Вот. И Антисвен говорит, лошадь вижу, вон, лошадь. Лошадность не вижу. Вот. На что ему Платон... Ну, это еще хороший, так сказать, пример для Платона. Обычно Платон был более жесток, как бит Антисвеном. Вот. На что им Платон отвечает? Что, мол, у тебя, Антисвен, есть глаза, чтобы видеть лошадь, но нет разума, чтобы видеть лошадь. Вот. Ну, то есть, вот такие пикировки у них случались периодически. Вот. В любом случае, у Антисвена было вот еще вот этого, да. То есть, вот, всевозможные сложные метафизические построения он видел ненужными. Потому что главное, что в человеке есть, вот, по-настоящему достойным, является его этические, вот, этические корни, поведение. То есть, этика. Этика, вот, достаточно своеобразная. То есть, этика, лишенная морали. Как вам такое? Вот. Ну, и вот отрицание сложной теории. То есть, это тоже весьма характерно для киньков. Это все не нужно. Образование не нужно. Вот нужна такая, знаете, народная мудрость. А у человека она уже есть. Нужна простота. У человека она уже есть. Вот таковое естество человека. Он прост. Ему многое не надо для жизни. Кстати говоря, все киньки жили подаянием. В том числе и антисфен. И уж, конечно, и диаген. Ну, давайте, собственно... А, вот у меня еще есть несколько цитат антисфена. Вот в этой, к сожалению, лекции... Вот, хотелось бы цитировать побольше. Вот. Вот, блажение всего для человека – умереть счастливым. А что такое счастливый человек? Это человек, который, в общем-то, в жизни следовал добродетелям. Вот. Ну, и при этом, смотрите, о том басах, в самом деле, безвестность есть благо. Ну, и, пожалуй, мое любимое здесь, да? Самая нужная наука – это наука забывать ненужное. Лично для меня этот принцип действительно важный, потому что вы как-нибудь упретесь в ограничении собственного разума. Упретесь. То есть это неизбежно. Вот. Хоть мы люди достаточно умными, так сказать, физтехи являются умными, как правило, да? Вот. Но все-таки в ограничении собственного разума вы безусловно упретесь. Вот. И вот тогда понадобится выбрасывать из разума лишнее. Ну, вот эта штука перестанет быть... Банальностью. Да-да. Смотрите, одно дело мораль, вот мораль и нравственность, да? А другое дело добродетель. Посмотрите, есть благо. Есть добродетель. То есть способность достигать блага. То есть если вы определили благо, благо, а благо это свобода. Добродетель, он не имеет правительства. Да, в общем-то, в некотором смысле да. И при этом, заметьте, он все-таки не софист. То есть потому что правило «человек есть мера всех вещей» здесь используется с осторожностью. Потому что все уже классическая у нас философия, уже Платон. И вот нужно на те примеры универсальных истин, которые демонстрирует нам Платон, все-таки, ну вот, нужно на это обращать внимание. Потому что универсальные истины, вообще говоря, в нашем сознании все-таки есть. То есть я вам приводил в качестве примера. Да и у Платона, в общем-то, на вратах его академии было начертано, да не обойдется о незнающей геометрии. Геометрия пример, да. Вот. Ну и, естественно, все об этом знали. То есть то, что Платон открыл вот некоторую универсальную, ну, как минимум, интерсубъективную, общезначимую правду. И уже человек не есть мера всех вещей. Ну, потом, кстати говоря, это все будет подъемно по сомнению со стороны школы скептиков, о которой мы сейчас будем говорить. Вот. Но все-таки с учетом вот этой академической позиции все-таки, так сказать, человек, ну, позиция Кинника, он опирается на собственное разумение. Он самодостаточный. Он внутрь себя смотрит. При этом пользуется природной моралью и природной... Ну, я не хочу просто как бы все это перечислять. То есть они как-то возвели принцип, что все, естественно, не является отвратительным, да. Они возвели этот принцип, так сказать, в некоторый образ действия. И зачастую это выглядит... То есть я не хотел бы сейчас вот наш философский диспут, скажем так, портить как бы вот этими примерами явно такого антиобщественного поведения со стороны Кинников. Тем более, что, в принципе, у ранних Кинников они достаточно симпатичные люди. Вот, допустим, вот это вот, да. Это знаменитая история с Диогеном. То есть видите, там на фоне вот стоит его бочка. Вот. И вообще вот этот сюжет, он очень популярный. То есть когда я написал Диоген и Александр, вот подобного рода картин, таких вот классических картин, там эпохи где-то 19-го, 18-го столетия, мне выдало десятка-полтора. Вот. И я из них еще постарался выбрать то, чтобы похоже было на правду. Потому что, черт возьми, что только не рисуют. Вот здесь вот правильное, так сказать, сочетание, вот, что называется, вот этой, скажем так, поз в этой истории. А история такова. Ну, давайте небольшую предысторию о Диогене, прежде чем перейдем, собственно, вот к этой хорошо иллюстрирующей, в общем, того, что собой представлял Диоген картинки. Я бы даже сказал, анекдоты, да. Значит, Диоген, он был сыном, ну, скажем так, человека невысоких моральных качеств. То есть из города Синопа, это побережье Черного моря. В общем, сын совершил... Да, собственно, чем занимался отец? Отец был, с одной стороны, сборщиком налогов, а с другой стороны, фальшивомонетчиком. Сможете себе представить. Я вам шутку частенько называл свой бизнес, как бы, самой переоценкой ценностей. Вот. Вот эту переоценку ценностей Диоген впоследствии он этот термин приклеил к себе. Он сказал, что он тоже занимается переоценкой ценностей. Для начала он переоценил ценности своего отца и ушел от него, собственно, вот философствовать, то есть, странствуя. Ну, всем было известно, что если ты тянешься вот к этим знаниям, тебе надо в Афины. Вот таким образом Диоген попал в Афины и там обнаружил, собственно, вот антисфена, который показался ему самым подходящим, скажем так, по его философии, своим собственным взглядом. И дальше он просто усугубил все те вот моменты вот антисфеновской философии, в какой-то степени даже доведя их до, ну, такого легкого сумасшествия. Кстати говоря, Платон, он Диогена так и называл, сумасшедший Сократ. То есть, если Сократ был прост, то, как я уже говорил, Диоген был прост до отвращения. Всем известно, как бы, что он жил в бочке. Правда, это была не бочка, тут нарисована бочка. Но в Греции бочки не особо не использовались. То есть, это сосуды из северных стран. Скорее всего, это была большая грильная амфора, но это не важно. В общем, если антисфен проповедовал аскетизм, то Диоген во всем дошел до крайности. И этот аскетизм был крайним. Если антисфен говорил о том, что в обществе нужно стараться занимать совершенно независимую позицию, то Диоген, он назвал себя человеком мира. Чей ты гражданин? Ничей. Я свой собственный гражданин, точнее, я гражданин всей Вселенной. Гражданин мира. Поэтому термин гражданин мира, на самом деле, он впоследствии закрепился у стойков, но исходно он как раз кинизму пошел. И вообще, кстати говоря, откуда взялся термин кинизм, вот здесь можно поговорить. Вообще, изначально антисфен учил в академии киносарга. Был, как бы, там такой храм киносарга, такое младшее божество. И, в общем-то, этот храм не пользовался особой популярностью, потому что он был связан не с самыми неприятными событиями из истории Афин, потому что именно там, в саду киносарга, были захоронены жертвы от недавней пелопонесской войны. Поэтому афиняне не любили это место. А антисфену было все равно. Ничего, прекрасная пустая стоя, давайте там я буду проповедовать. Поэтому их назвали кинниками, потому что они были около академии киносарга. А впоследствии этот термин вот уже диогеном превратился в собаки. Потому что кинники, кинос, да, собачий, вот, кинологи отсюда. То есть кинолог – это такая профессия по собакам, специалист. Диоген себя называл собакой. То есть потому что жил он по-собачьи. Просил подаяния по-собачьи, лакал воду, как говорится, из луж по-собачьи. И вот он в своей простоте настолько вот дошел до крайностей. Я сейчас не люблю вообще об этих крайностях рассказывать. Но когда диогена спросили, когда он уже был слаб здоровым, но собрался уже умирать, говорит, как тебя похоронить? Говорит, да бросьте меня вот в куче, как собаку. А вот, так как же тебя же твои друзья собаки-то и сожрут? А я буду от них палкой отмахиваться. Это как же ты будешь отмахиваться, у тебя же не будет ни чувств, ничего. Ну а коль мне не будет чувств? Ребята, а не все ли мне равно, кто меня будет жрать? Вот, видите, да? Неприятно, да? Ну вот подобные вот вещи. Кстати говоря, в этом уже проявляется вот то, что называют эпатажем публики, там диогеновские. И есть масса легенд, то есть я, честно говоря, даже не буду их все пересказывать. Некоторые из них достаточно приятные, например, как бы как диоген ходит по площади с фонарем. Ярко-горящий фонарь, в ярко-солнечный день, диоген, что ты делаешь? Ищу человека. Говоря о том, что, а вы вот все, вот, или там, возвращаясь из бани, диоген, ты из бани идешь? Да, из бани. Ну, как там? Есть кто? Люди там есть? Людей? Нет, людей нет. Приходят в баню, а там полно народу. В рассвеженных чувствах возвращаются. Диоген, ты же говорил, что там людей нет. Людей ни одного. Вот всякие морды, да, народу, пожалуйста, как бы, а вот людей там не было. Вот такой он был, злой. А по поводу Александра и диогена. Вот история, да. То есть, Александр явился в Афины, а диогене уже шла соответствующая слава. Это была местная достопримечательность. Многие приходили на него поглазеть. Вот Александр тоже захотелось на него поглазеть. Вот диогена, кстати говоря, вот это вот любопытство окружающей толпы раздражало. Там есть несколько историй о том, как он, собственно, с этими глазеющими разбирался жестко. Ну, Александр все-таки царь. Скажем так, с палкой на окружающих. Диоген бросался. На царя вряд ли. Но тем не менее, диоген пребывал в таком умиротворенном своем состоянии. К нему подошел Александр и спросил. Послушай, философ, я слышал, что здесь живет великий философ по имени Диоген. Говорит, не знаю такого. Слышал о диогене собаке. Но обо мне-то слышал? Понятия не имею. Кто ты такой? Я великий царь Александр. Ну, поздравляю. Ну, а ты боишься меня? Ну, а что ты есть? Добро или зло? Я? Да я добро. Так чего? Какой же дурак будет бояться добра? А ты действительно мудрый диоген. Проси, чего хочешь. Отойди в сторонку, ты заслоняешь мне солнце. Я собака-диоген. Да. Ну, должен сказать, что вот у всего этого уже начинается вот то, что впоследствии стали называть цинизмом. Потому что чем вы больше эпатируете публику, тем публика больше интересуется, собственно, как бы вот этим эпатажем. Этот эпатаж становится искусством. И вы уже перестаете быть философом и становитесь лицедеем. Вы просто воспроизводите вот разного рода всякие, в том числе довольно мерзкие выходки на потеху толпе. А толпа вам платит за это подаяние. Кстати говоря, многие из кинников перестали быть бедными. На этом поприще. То есть да, они продолжали просить милосты, а это оказалось хорошим бизнесом. Но при этом они продолжали, что называется, проповедовать бедность, простоту. Хотя, в общем-то, это лицедейство им уже кое-что доприносило. Кроме того, в своем принципы отвержения общественной морали они дошли до таких крайностей, о которых вообще, в принципе, неприятно говорить. делали то, чтобы обладать тебе, под благом понимая все, что угодно. Короче, это уже полный отход, на самом деле, от какого-либо сократического пути. И вот в этот момент, собственно, кинники превращаются в циников. И впоследствии в истории таким образом и закрепляются. То есть, вот это, что остается? Остается лицедейство. То есть, в какой-то степени, да, и Сократ был для толпы потехой, но и Диоген был для толпы потехой. Ну, чувствуете разницу, да? То есть, вроде как, Диоген и Сократ говорили о мудрости, но если посмотреть, в ком было больше мудрости, ну, в принципе, понятно, в ком. Да? В некотором... Вот мы, когда сегодня дойдем до плотина, там есть такое понятие, так сказать, истечение, так сказать, вот некоторой благодати, да, из вот тех или иных сущностей. То есть, у плотина была так, что там более высокоуровневая, скажем так, душа, она истекает в менее высокоуровневую, в менее высокоуровневую, там, и так далее. Вот так же и у кинников получилось. То есть, Сократ, будучи идеальным кинником, что называется, вот, истекает до уже не такого идеального Диогена, а тот, в свою очередь, эманирует, это как раз термин истекать, вот, до уровня, который уже полностью противоположен Сократу. То есть, там уже нет мудрости, там осталось лицедейство, цинизм, то есть, у Сократа есть ирония, но она добрая, а здесь ирония злая. Ну, вот в чем чувствуете. Вот так вот выродилась эта школа. Тем не менее, эта школа, она оставила некоторый след, потому что многое из того, что было ценным в киннизме, впоследствии взяли стойки к себе. Давайте о скептицизме поговорим. Эта школа совершенно другого рода, и скептицизм этой школы, он, ну, то есть, поведет, что, когда у тебя много философских точек зрения, то нет никакой опоры. То есть, ты можешь выбирать по собственному разумению и потому, что тебе нравится, по большому счету. То есть, тяготеешь ты, скажем, к платонизму, как, допустим, у этого Платина было. То есть, Платин многих посетил, пока не набрел на Аммония Сакса, который, собственно, проповедовал платонизм. Он сказал, вот, вот что я искал. Вот так же приходится и многим другим людям, тягачивающим к философии, искать свою философию. А вот позиция скептицизма, она более масштабная. А вы дайте нам настоящие основы. Я продолжаю сомневаться. Тотальное сомнение. Перрон, основатель скептицизма, был солдатом Александра Македонского. Ну и можете себе представить, то, в принципе, он получил неплохое образование. Он в молодости был художником. Кстати говоря, в этом плане он тоже был похож на Сократа, потому что Сократ был в молодости скульптором. А вот Перрон был художником. И он отправился вместе с Александром, собственно, на край света. Он впоследствии не жалел о том, что он попал на край света, потому что там он познакомился с этими легендарными гимнософистами, как греки их называли. Это, собственно, индусские философы, брахманы. Гимнософисты – это потому что, с одной стороны, как бы софисты, с другой стороны, гимна – это значит гимна с голой. Голые, так сказать, софисты, голые учителя, голые философы. Откуда взялось слово гимнастика? Это как бы именно от слова «обнаженный». Потому что гимнастика занималась именно в таком виде в те времена. Ну, поятнее дело, в Грессии жарко. Да. Ну, вот этимология многих слов, она такая достаточно своеобразная. Так вот, Перрон познакомился совершенно с иной культурой. Он был поражен, насколько эта культура иная. Он, конечно, в нее совершенно не вник. Потому что это было нереально для... Это и сейчас нереально вникнуть, собственно, в индийскую философию для европейцев. Он насмотрелся на разные страны, видел, вообще говоря, всякое, видел человеческие лишения и сам испытывал многие лишения. И пройдя через вот такое, там, один из десяти, дай бог, ушедших из Эллады туда вернулся и вот такой вот вернувшийся, он тоже в какой-то степени совершил переоценку ценностей. Но не в диагеновском смысле. Он искал основы, он искал опору и он сомневался во всем. Он видел многих богов, но а какой из них истины? Он видел много учений, а какое из них истины? Он вообще видел много всевозможных человеческих практик. Вот. Поэтому понятно, откуда, собственно, как бы вот этот вот... То есть пиранизм это сомнение. Я вижу, что очень немного в моем сознании на чем можно опереться. Сейчас мы будем говорить, на что конкретно они опирались. Но вот то, на что я опираюсь, является разрушительным для многих тех ценностей, которые таковыми считаются в разных философских системах. Кстати говоря, еще на это все накладывается... Вот взять, допустим, эпоху академического скептицизма. Там произошла достаточно интересная штука. То есть вот Аркисила и Корниат, они на самом деле... Это некоторые синтез скептицизма и платонизма. Удивительное дело, да? То есть Платон, который говорил о том, что существует истина, и скептики, которые сомневались во всем, в том числе и подвергали сомнению истину. В том числе и довольно успешно. В том числе и... Ну, то есть мы сами занимались критикой платоновских идей, критикой Аристотеля тоже занимались. То есть, в общем-то, любые философские системы можно при желании критиковать. Тем более, что Перрон, он дал хорошее оружие. Об оружии мы, конечно, немножко чуть позже поговорим. Лучше всего, вообще говоря, вообще всю вот эту философию скептицизма выражает поздний скептик секс-эмпирик. Поэтому вообще вот эта традиция, она развивалась, то есть постепенно разрушая философию, кстати говоря, вообще. Вот классическая философия скептиками была разрушена практически до основания. Но в какой-то степени такое разрушение оказывается полезным. Потому что, когда у вас не остается ничего, кроме развалин, вам и нечего терять. И вот с этого состояния можно что-то строить новое. Вот так случилось со Средневековьем. То есть сначала была разрушена основа для построения знаний, по сути, скептиками. А потом была разрушена основа для общего государства, для вот этой республики, для вот этого общежития. То есть когда Римская империя пала, и после этого начался хаос, вот этому хаосу, этот хаос предварял некоторый такой хаос и разрушение философии, которую там сотворили скептики. В основном как раз академического направления. То есть разрушением занимались те, которые считали себя последовательными созидателей. Вообще, к сожалению, у нас нет возможности очень много говорить о скептицизме, потому что, вообще говоря, это очень интересная концепция, это сильная концепция. В том числе и потому, что разрушать проще, чем созидать. Ты попробуй, создай, разрушить ты всегда успеешь. К счастью, разрушить проще, а вот создать или там доказать сложнее. По этому поводу есть такая смешная метафора у Бертрана Рассела, которая называет «чайник Рассела». Я утверждаю, что между Марсом и Землей по эллиптической орбите вокруг Солнца вращается фарфоровый чайник. Ну, а для чего, собственно, он это утверждал? Утверждать можно все, что угодно. Он это иллюстрировал для того, чтобы сказать, что бремя доказательства должно лежать на плечах утверждающего. Это то есть если кто-то утверждает, что в космосе вращается чайник, он должен дать достаточно оснований для того, чтобы другие в это поверили. Это нелегко. Просто очень часто бывает наоборот. Кто-то утверждающий что-нибудь ляпнул, особенно что-нибудь такое туманное и забуалированное, и ждет, пока его начнут опровергать. Нет, он должен доказывать, он должен приводить аргументы. Это его задача. Приводить аргументы в пользу своих, а это сложнее, чем разрушать. Ну ладно, значит, давайте поподробнее поговорим о скептицизме именно на примере того, что называется тропы Энессидема. Это такие высказывания, значит, их у нас будет 10. тропы Энессидема. Каждая из этих троп выражает ту или иную позицию, в рамках которой люди сомневаются по поводу истинности оснований того или иного знания. Итак, начнем. Разные живые существа чувствуют по-разному, вне всяких сомнений, да? Совершенно невозможно понять, кто чувствует правильно, то есть у кого правильное чувствование. Даже разные люди чувствуют разное. То есть, например, если я сниму очки, я начну хуже видеть. Хотя смотря где, здесь я вижу лучше, потому что я близорукий. Вот. То есть близорукие, они люди-микроскопы. поэтому кстати говоря, это положение уже академического скептицизма, который сказал, что вот, допустим, у нас тут Аркисила и Корниад, это приписывает именно Корниаду. То есть, он ввел довольно интересную концепцию такой вероятности истины. Вот. Или правдоподобие. Там, как хотите. То есть, никто не может утверждать что-то наверняка со стопроцентной вероятностью. Но, тем не менее, некоторым людям мы можем доверять больше. Например, если, так сказать, вы заболели, вы, наверное, пойдете к врачу, а не к, там, скажем, торговцу на рынке. Вот. То есть, мнение врача более ценно. Вероятность того, что он скажет нечто более правдоподобное, выше. В итоге возникла концепция вероятностной истины. С тех пор оно закрепилось, это было очень существенной добавкой ко всей классической философии. Вот. Поэтому, в общем-то, да, и здесь тоже, смотрите, разные живые существа чувствуют по-разному, но все-таки, допустим, мы будем больше доверять к взору орла, чем к взору крота. Да? Это вот, то есть, с одной, вообще, скептическая позиция, она довольно, ну, то есть, они пытаются опровергнуть, они пытаются разрушить. То есть, это главная их установка. Все труды, допустим, тех или иных скептиков, они называются, ну, взять, допустим, того же самого секста-емпирика, да, у него труды называются против ученых, против ритеров, против поэтов, ну, и так далее. Вот, разрушители такие. Но, в принципе, вот из этих тропов можно вытаскивать что-то позитивное, да, то есть, например, концепцию вот этой вот вероятностной истины. Среди людей также не существует единства. Их чувства, их отношения к одним и тем же вещам настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Что из этого следует? Нужно отказаться от суждения вовсе. Вот. Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны. И непонятно, кому нужно отдать предпочтение. То есть, допустим, мы, ну, честно говоря, вот с этим тропом можно было бы поспорить, потому что, допустим, то, что мы видим глазами, мы можем проверить осязанием. То есть, увидел, пощупал. Больше информации. То есть, обычно все-таки органы наших чувств работают совместно и добавляют вот к информации, к исходной что-то еще. Четвертый троп. Состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. То есть, разные люди по-разному смотрят на ту, на ту же самую картинку, находясь в разном состоянии. Знаете, есть такие замечательные, так сказать, картины голландских художников, где они с помощью овощей рисуют всевозможные лица и так далее. Поэтому голодный человек увидит овощи, а сытый увидит лицо. Суждение или оценка ситуации также зависит от обычаев того народа, которому человек принадлежит. то есть, немцы смотрят так на вещи, что немцу хорошо, точнее, наоборот, что русскому хорошо, а то немцу смерть, как известно. Ну, то есть, у всех такой вот релятивизм по этому поводу. Ни одна вещь не является нам в чистом виде, но всегда воспринимается в смещении с другими вещами. Поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. А вот это уже очень близко похоже на Аристотеля, потому что мир состоит из взаимодействующих вещей. Поэтому каждая отдельная вещь, освобожденная от взаимодействия с другими вещами, это бессмыслица. А всю систему взаимоотношений попробуй, так сказать, рассмотри. Это довольно сложная задачка. Но, тем не менее, это задача. То есть, видите, вот каждый троп можно рассматривать из позитивной точки зрения. Я не буду вставать как бы это повторять. Вещи представляются различными в зависимости от места. от количества и от их качества. Ну, то есть, взять, допустим, зерно. Одно дело, так сказать, вот там бушель зерна хорошего, такого качественного, хорошей твердой пшеницы. А другое дело маленькая горсточка плохонького зерна, которое там собрали где-нибудь там с угла амбара. По-разному мы смотрим на эти вещи. То есть, одно мы воспримем с удовольствием, а другое, вроде, тоже зерно. Но удовольствия особо не будет. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. Здесь Нисидем, точнее, его комментаторы, говорят, что золото ценно, потому что оно редко и обладает превосходными качествами. Но если бы золота было бы много, то оно повсюду добавлялось бы, как камни. Ну, что-то в этом духе. Суждение о вещи выражает не ее само, а ее отношение к другим вещам и к воспринимающим. То есть получается, что вот здесь возникает у нас субъективизм. Потому что никогда, на самом деле, мы не имеем дела с вещью самой по себе. Мы всегда пропускаем ее через, скажем так, наши органы чувств. Более того, мы смотрим на нее через наш культурный уровень, через наш образовательный уровень, через весь тот опыт, который в нас был накоплен. Соответственно, отношение к вещи будет как-то меняться. Вопрос, а на чем, вот что можно взять в качестве опоры? Давайте посмотрим, значит, вот на секста-эмпирика. Это, пожалуй, как бы самый последовательный и вот скептик, который вот эту философию, ну, скажем так, выразил наилучшим образом, по крайней мере, вот античный скептицизм. Должен сказать, что, вообще говоря, скептиков принято не любить, потому что они разрушители. Но вместе с тем созидание все-таки предшествует, вот созиданию предшествует разрушение. То есть, чтобы построить новое красивое здание, вам нужно снести те постройки, которые были на его месте. Поэтому другой вопрос, как бы, что иногда жалко сносить то, что по-настоящему ценно. Вот с Корниадом, кстати говоря, была такая интересная история. Он приехал вместе с посольством греков в Рим в 155 году нашей эры и решил, пользуясь случаем, прочитать, поскольку он был философом, учителем, прочитать несколько лекций для, собственно, римлян. И первые лекции касались, собственно, классической философии. Римлянам очень понравилось все это дело. И они толпами валили на эти лекции послушать там про Платона. Ну, то есть, в основном, конечно, Корниад про Платона, потому что он ведь был академиком все-таки из академии. Но далее он решил применить свой метод такого всеобщего сомнения во всем. И на следующих лекциях разрушил все, о чем говорил на предыдущих. Дело закончилось скандалом, потому что среди слушающих присутствовал тот самый, который говорил, что Карфаген должен быть уничтожен. Эх, память уже дырявая стала. Такой упортый, такой упертый, такой, вы знаете, мужлан, римский офицер, аристократ. Ну, как известно, римляне очень часто за счет этих качеств добивались успеха. Именно поэтому, вне зависимости от того, какие он речи излагал, этот товарищ, он говорил, что Карфаген должен быть уничтожен. То есть, давайте проведем новый акведук. Давайте, давайте. Но Карфаген должен быть уничтожен. Вот. Так вот, он, увидев такое дело, то, что Корниат сначала дал полезную философию, а потом ее разрушил и тем ввел в смятение молодежь, он заставил, собственно, удалить из Рима это греческое пословие. Вот. Так что, бывает и такое. Значит, тем не менее, секс-эмпирик это уже римлянин, то есть, это римлян, преисполненный как раз скептических идей. Он врач. А с врачами такая была история. То есть, были врачи в те времена, которых называли эмпириками, а были врачи, которых называли догматиками. Точнее, секс их назвал догматиками. То есть, сами-то они себя считали, конечно, не догматиками. То есть, слово догма-то плохое. Вообще, слово догма как раз взялось из скептицизма. То есть, есть знание истинное, а есть догматическое знание. То есть, догматическое Это вот такое, во что верят, должным образом не проверив, просто потому что оно авторитетным стало. Так вот, догматики верят в том, что все процессы в человеке происходят потому, что там человек есть в мишени четырех жидкостей и так далее. Наверное, слышали об этой концепции и так далее. Вот импирики, они вот в эти сущности не лезли. Для них главное то, что было на поверхности, что называется. То есть внешнее проявление здоровья или болезни человека. Поэтому импирик, будучи относящимся именно к этой практической и, я бы сказал, что феноменологической врачебной школе, он получил такое прозвище – импирик. То есть он был врачом-практиком. Так. Тут немножко как бы ошибка. Ну ладно. Значит, это надо читать не этика стоицизма, а этика скептицизма. То есть да, у скептицизма тоже была своя этика. Значит, то есть да, и они тоже стремились вот к этому идеалу невозмутимости и безмятежности. Вообще говоря, по-гречески это атораксия. Вот атораксия, на самом деле, это идеал многих греческих школ, в том числе, кстати говоря, и… Ну, а весь вопрос, как ее достичь? То есть нужно успокоиться по поводу тех страстей, которые тебя волнуют. А по поводу чего страсти? Например, по поводу знания. Например, по поводу знания. То есть истинного философа будет интересовать страсти по поводу знания. То есть какая же школа является истиной? Кому отдать предпочтение? Вот пока ты не успокоишься и не примешь, что все школы равновероятны, спокойствие не наступит. Поэтому вот это главная ценность. То есть нужно стремиться к такой невозмутимости и безмятежности. А средство достижения – это воздержание от суждения. То есть все равновероятно. Поэтому мы не будем высказывать какого-либо суждения. Тем самым мы достигнем того, что скептики называли апатией. То есть слово «патология» – это наука об изучении страстей или страданий. То есть патология, вообще патос – страдание. Страсть и страдание имеют один корень. Апатия – это значит отсутствие страданий. Или апатия, правильно, в общем-то. Брение в ту сторону. То есть получается такая иерархия. То есть самое главное – добиться счастья через безмятежность. И вот путь к этому воздержание от суждения. И тем самым вы добьетесь апатии. Теперь по поводу инструментария. Значит, главным инструментом всех скептиков является принцип непротиворечия. Знание может быть каким угодно, но оно не должно быть противоречивым. Конечно, под удар попала академическая платоновская школа, потому что как раз с этим были большие проблемы. То есть его нельзя назвать последовательным философом. То есть некоторые вещи, которые он писал в ранних диалогах, противоположны тому, что он писал в поздних. То есть с Платоном такая история случается. Даже с Аристотелем такая история случается. Поэтому если рассматривать классические философии как нечто цельное, там есть пространство для поиска противоречий. Скептики зацепили за эти противоречия, собственно, и подвергли сомнению в эти классические построения. Вообще противоречие – это сильный инструмент. Почему? Потому что противоречие можно найти во всем чем угодно. Я впоследствии Гегель обнаружил. Вообще говоря, скептицизм – это некоторый шажок к гегелянству. Потому что если мы имеем дело с культурным событием, с тем, что мы можем выразить через некоторый образ, который мы описываем словами. Вообще образ плохо описывается словами. И когда мы его описываем, всегда появляется возможность вот этот текст, в общем-то, найти в нем как бы некоторое зерно противоположности. К сожалению, у нас нет сейчас возможности, собственно, вот этот тезис пояснять, потому что до гегелянства вы доберетесь только в следующем семестре. Но тут важно, что культурное явление, описанное словами, неизбежно описывается противоречиво. Впоследствии Гегель превратил это в инструмент. То есть сталкивай две противоположности и выходи на новый уровень. Потому что когда ты нашел противоположности, это хорошо, это счастье. Если есть вот такая дихотомия противоположностей, значит, у них есть общая основа. Размышляя над этой основой, ты можешь выйти на тот уровень, где эта дихотомия снимается. Ну, свет и тьма. Понимаете, да? То есть у всего этого есть общая основа. То есть нет тьмы на самом деле. Есть общая сущность. Это гегелевский метод. Но скептики до этого не добрались. То есть любые тексты противоречивы при желании. То есть их можно так подать. Этим, кстати говоря, пользуется юрист. А следовательно, можно в них обнаружить противоречия. Поэтому это почти что безупречный механизм для разрушения чего угодно. Ну, соответственно, применяя этот принцип непротиворечия, у нас секс-эмпирик разрушает буквально все, что попадает в своем под руку. То есть против ученых-догматиков, против риттеров. Ну, то есть у него есть вот такие вот сочинения. Против тех или иных. Но что ценного, пожалуй, во всем этом? Во-первых, сам по себе принцип непротиворечия – это очень мощная вещь. И, кстати говоря, это некоторый путь к более сложным философиям. Дальше. Явление. По сути, скептики у нас по-настоящему открывают такую штуку, как явление. Нет вещи. Вещь нам непосредственно не дано. Нам дано явление. Потому что вещь мы воспринимаем своими органами чувств, следовательно, то, что мы воспринимаем, зависит от органов чувств. Вещь мы осмысливаем своим умом, следовательно, то, что осмысленно, зависит от нашего ума. Вещи как таковой нет, она исчезает, остается явление. А явление является чем-то субъективным, зависящим только от нас. Впоследствии из этого вырастет ни много ни мало кантовская философия. И вот это разрушение, которое провел Секст Эмпирик, впоследствии еще раз повторит Дэвид Юм. Но у всего этого есть один какой-то негативный момент. Если вы разрушаете все и вся, то в итоге вы приходите к философии, которая называется агностицизм. Агностицизм – это философия, единственным позитивным утверждением которой является то, что нет никакого знания вовсе. Есть только мнение, и все. Мнения, может быть, некоторые чуть лучше, некоторые чуть хуже, некоторые чуть обоснованные. Но даже самые обоснованные при желании разрушаются. Агностицизм. Поэтому у скептицизма в целом, скажем так, плохая судьба. Их не любят. Злые они, скептики. Вы придете к ним своими идеями, в которых выражается то, что вы считаете ценным и важным для себя. И они с кривой усмешкой вам разложат по полочкам, что вы абсолютно неправы. И будете вы несчастливым. А надо быть счастливым, говорил Эпикур. Цель жизни в счастье. То есть вот такой представительный мужчина. Вот Эпикур. На самом деле, очень приятный был человек, судя по всему. То есть вот я читал разное об Эпикуре. Некоторые, так сказать, вот... Совершенно зачем-то как бы на него возводят всевозможное напраснение. Вот... Утверждая, что он был там любителем изнеженной такой, так сказать... Изнеженного тяготения к чувственным наслаждениям, скажем так. К такому, так сказать, рафинированному гедонизму. То есть рисует такого человека, погруженному в ванну, наполненную ароматическими маслами. Вот... Пребывающим в таком, как бы, расслабленном, безмятежном, абсолютно бездействительном состоянии. Но вообще говоря, Эпикур таковым не был. Может быть, он мечтал бы о чем-то подобном. Ну, жизнь, собственно, таких людей обычно... На самом деле, он даже об этом не мечтал. Потому что у масла есть нехорошее последствие. Попробуйте потом от него оттереться. Вот... А он говорил, что вообще по-хорошему нужно избегать такого блаженства, такого счастья, которое имеет неприятные последствия. Потому что зачастую эти последствия столь плохи, что они полностью нивелируют, собственно, то счастье, которое вы достигли этим путем. Вообще, в целом, как бы, смысл тот же, да? Вот в философии Эпикура достичь счастья через безмятежность. Безмятежность. Вот. А для Эпикура безмятежность наступала тогда, когда у человека, ну, грубо говоря, ничего не болит. То есть счастье – это просто отсутствие боли, по большому счету. Вот здесь я перечислил свободу от страха и от боли. Зла как такового нет. Но есть страх, который сопровождает, ну, собственно, предвкушение или даже непосредственное восприятие чего-то неприятного. Вот нужно избегать этого страха, и, в принципе, у нас для этого есть масса возможностей. То есть мы можем избегать любых неприятностей, если не лезть, как бы, там, во всевозможные, там, общественные дела. Потому что в общественных делах обязательно столкнетесь с политической борьбой. А политическая борьба – это не очень хорошо. Надо жить, как впоследствии там сказал Эпикур, незаметно. То есть не участвуйте во всех этих политических дрязгах. Только суетай все это. А потом еще и неприятности огребете по полной, вот, может быть, даже вас и убьют. С политическими противниками такое случается. Поэтому в политику лучше не лезть. Ничего хорошего там нет. То есть вы получите власть, но вы будете постоянно бояться, что вы эту власть потеряете. Смысл в этой власти. Если вы заработаете богатство, это неплохо. Богатство позволяет, но, с другой стороны, появится масса забот. Это богатство нужно где-то хранить. Вам понадобится защита. А если вы, допустим, наймете человека, который будет защищать ваше богатство, вы постоянно будете его подозревать в том, что он может убить вас, как мыть ночью, там, прирезать. Потому что ведь есть возможность, собственно, это богатство таким образом получить. Ну, это, конечно, выглядит достаточно примитивно, такое рассуждение банальное. Но, вообще говоря, когда вы имеете дело с людьми, даже когда вы нанимаете человека для чего-то своего, то возникает проблема, как говорят, проблема агента. То есть он, вообще говоря, этот человек ваш агент или уже чей-то, например, свой собственный агент. То есть проблема агента – это проблема наемника. То есть наемник – это тот, которого могут перекупить ваши враги при желании. Ну, вот вы вроде-ка получаете блага, покупая труд другого человека, но, с другой стороны, вы получаете беспокойство с этим связанное. Поэтому лучше в эти дела тоже не лазить. И, вообще, богатство – ну, надо жить умеренной жизнью. Умеренность хороша. Если вы к умеренности привыкнете, и если вы возведете умеренность именно в благодетель, то, собственно, вы и уважение окружающих завоюете. И, в общем-то, никто не будет покушаться на ваше умеренное богатство. Вот, например, у Икура был сад. То есть, видимо, в этом саду стоял небольшой домик, в котором он жил. Очень часто говорят, он был богатым человеком, у него был целый сад. Ну, извините, сад на десяти сотках – это тоже сад. Я думаю, что у него было нечто похожее. А в саду, собственно, он приглашал своих друзей. Он очень любил друзей. Он вообще любил дружбу. Дружба – это как раз то самое удовольствие без всяких последствий. То есть, дружба – это хорошо. Дружить приятно. Но если вдруг, даже вдруг ваш друг, скажем, вас предаст, это, конечно, очень неприятно. Но, как правило, этого не происходит, потому что мудрый человек выбирает своих друзей правильно. Так что нужно избавляться от страхов друг за дружкой. И, конечно, в счете, страхов не станет. А вы скажете, на самом деле, один страх останется по-любому. Страх смерти. Страх смерти и страх боли – вот это то, чего избавиться очень сложно. Потому что если вы больны, ну, с Эпикуром так и случилось. На склоне его лет он серьезно заболел. То есть, у него были страшные почечные колики. Это очень неприятная штука. Его буквально корежило от боли. Но он даже в тот момент говорил, что он изменил свое отношение к этой боли. Что он ее полюбил. Это не значит, что он начал получать от боли удовольствие. Он говорит, боль моя течет своим чередом, я живу своим чередом. Мы с ней особо не пересекаемся. Я наслаждаюсь философией. В тот момент, когда мне особенно больно. Я наслаждаюсь своими друзьями, я с ними общаюсь. То есть, а вот со страхом смерти сложнее. Но и этот страх Эпикур смог побороть. Знаете, каким способом? Смерть бояться пустая затея. Потому что со смертью мы никогда не пересекаемся. Когда я жив, смерти нет. Когда я мертв, жизни уже нет. Чего бояться того, что я никогда не почувствую, не узнаю, что это такое. Есть только жизнь, а смерти нет. Есть смерть других, это печально. Но к этой печали можно отнестись правильно. То есть, такова судьба или такова... Нет, слово судьба он не мог произнести, потому что в судьбу он не особо верил. Он верил в тотальную свободу. А судьба предполагает как бы некоторую предопределенность. Но, тем не менее, это естественный ход вещей в любом случае. Естественный ход вещей я вам вполне верил. Но смерть – это то, что просто с чем мы не пересекаемся. Чего бояться фантома? Так что вот, наслаждение без последствий – это вот некоторый способ достижения счастья. И борьба со своими страхами, прежде всего. Они говорят, что на страхах многие паразитируют. То есть, многие внушают вам страх с тем, чтобы вами потом управлять. Если вы освободитесь от своих страхов, вы станете свободны от этого управления, от этого назойливого управления. Поэтому относитесь к людям, которые вызывают в вас чувство страха, с большим сомнением. Старайтесь держаться от этих людей подальше. По этой причине он предлагал подальше держаться, например, от жрецов. Потому что в значительной степени религия, она внушает нам чувство страха перед богами, перед смертью и так далее. Поэтому он был таким, ну, не то чтобы арелигиозным человеком. Просто он говорил, что религия, которая является истинной религией, должна быть построена не на страхе, а на чувстве любви. Вот любовь и дружба, вот то, что должно быть между людьми. Ну и, разумеется, как бы, если люди любят и дружат друг с другом, то нужно взаимные, скажем так, услуги оказывать. Потому что наши радости, в том числе и в других. Кстати, вот я здесь написал «насложнение без последствий». Вот пьянство, например, или обжорство – это наслаждение с последствиями. Вот это то, что он не ценил. И даже сексуальные утехи, он тоже к ним относился плохо, потому что это так называемые активные наслаждения. То есть для того, чтобы их достичь, нужно напрягаться всячески. Вот, поэтому вот лучше… То есть он бы не понял тех людей, которые лезут в горы, для того, чтобы их покорить. То есть да, ты на вершине испытываешь наслаждение и удовольствие, но чтобы добраться до вершины, тебе нужно было как следует подопрягаться. Вот примерно так же, как бы и вот с этим. Значит, то, что у Эпикура было ценным – это постановки проблемы зла. Да, я думаю, были наверняка. Вы можете себе представить человека без лишних неприязней. Но он старался с этим бороться. То есть он старался всех сделать, например, своими друзьями. То есть если нет повода враждовать, то, собственно… Ну, с одной стороны, он, конечно, говорил, живи незаметно. Но это не означало вот именно какой-то там отгороженности. Его сад-то был открыт всем. То есть можно было в любой момент войти, собственно, вот в этот сад Эпикура. Вы чуть-чуть громче говорите. Еще раз. Это сложная работа над собой. Ему было проще. У него почти в месте не было родных. Ну, вот, смотрите, как бы вот, видимо, его дружба была не особо глубокой. Потому что ведь, смотрите, вот мы под дружбой понимаем дружбу и в, скажем так, состоянии благополучия и, наоборот, в беде. То есть друг познается в беде. Вот, по-моему, это не Эпикуровская. То есть он в какой-то степени готов оказывать услугу друзьям, пока это не требует слишком большого какого-то напряжения. Да, пока он становится как бы вот чем-то без последствий. А именно взаимные услуги, взаимные удовольствия какие-то. Побеседовать вместе о чем-то. Вот, поприятствовать вместе, посидеть. Он богатым не был, там, к примеру, известно его письмо, где он просит друг друга прислать горшочек сыра. Ну, творожного сыра. Говорит, пришли мне горшочек сыра, чтобы попиршествовать мне. Потому что давно уже я не едал, так сказать, твоего прекрасного сыра. Ну вот, пожалуйста, друзья, пришли мне сыр. Хороший вопрос, не знаю, я не эпикур. Но, судя по его философии, скорее всего, он это дело воспримет не с большим удовольствием. Вот, и весьма на этом дружба кончится, да. Вот такая у него дружба, неглубокая. Вот. Ладно, ребят, есть предложение. Есть большое количество уже, я думаю, людей, которые пришли сюда не только в философию эпикура, даже не столько и в философию эпикура послушать, сколько потерять как можно меньше времени и получить как можно... Лучше оценку, да. Поэтому движемся дальше. Я думаю, что вы напали на правильный путь. То есть вы поняли, за что можно дергать эпикура. Да. Значит, ну, о проблеме зла, как бы, тем не менее, имеет смысл сказать. Значит, проблема зла и боги, да. То есть если мир не содержит богов, то, в принципе, проблема зла, так сказать, понятна. То есть откуда она берется, общая неустроенность мира. Потому что мир-то случайный. Если там нет порядка, который внушен именно богами. То есть порядок-то инициирован чем-то. То есть порядок – это логос. То есть, точнее, порядок должен основываться на каком-то логосе, на знании. Вот мы это, в принципе, видим, что мир достаточно упорядочен. Но, возможно, это естественный ход вещей. Если богов в мире нет, то, в принципе, понятно, почему в мире есть зло. Но если боги в мире есть, то непонятно, почему в мире зло. Боги-то все сильны. Если они благи, то они не должны были допускать зла. А если они злы, то они не боги, по определению. Бог не может быть злым. Поэтому как тут быть? Ну, конечно, Эпикур был далек от того, чтобы утверждать, что богов нет вовсе. Он сказал, что боги есть. Но богам этот мир безразличен. Они пребывают в состоянии полной безмятежности. По Эпикуру. То есть они получают удовольствие от жизни. Вопрос, зачем они, правда, мир создали, тоже непонятно. Но, тем не менее, боги, если есть, то они пребывают в таком постоянном блаженном состоянии. И поэтому зло этого мира им безразлично. То есть вот такие странные у Эпикура боги. Кстати говоря, Эпикур, он материалист. Более того, атомист. То есть именно в демокритовском смысле. То есть он верит в великую пустоту и в выдвижение атомов в ней. И во все атрибуты вот этой немножко страшной демокритовской философии он верит. Но почему нам демокритовская философия кажется страшной? В силу того, что нам неприятна агорофобия. То есть вот эта боязнь этого гигантского пространства. То есть у Эпикура, собственно, у демокрита, ведь его великая пустота бесконечна. То есть почему в ней реализовались такие сложные формы? Потому что в бесконечной вселенной может реализоваться все, что угодно. Но в некотором смысле, как бы, вот эти формы, они обязаны реализоваться в бесконечной вселенной, что странно. То есть это странная философия. Но Эпикур в нее верит, потому что эта философия, не требующая, даже не требующая богов. Она требует только изначальный порядок, чтобы был. То есть возможно, чтобы демиургом был этот порядок введен. Далее мир заработал как машина. Но как машина он бы заработал, пожалуй, что у демокрита. А Эпикур слишком верил в свободу. Поэтому он думал, что при определенных обстоятельствах даже атомы могут быть свободными. В общем, такая непоследовательная философия, откровенно говоря, вот в этом месте. То есть атомы свободны, это как-то слишком. То есть с одной стороны верить в... То есть сила демокритовской философии была именно в том, что все атомы двигались в соответствии с законами. А если у частицы есть свобода, то о каких законах тут можно говорить? Ну, в любом случае, вот такой вот... Вот Эпикур был вот таким вот материалистом. Ну и последнее, что мы уже на самом деле обсудили, но может быть имеет смысл подвести черту. Значит, человек и общество. Истинно наслаждающийся обществом человек – это тот человек, который в обществе проблем не создает. То есть он никому не является врагом. Жить надо незаметно. Вот есть такое выражение – живи незаметно. Честно говоря, мне не нравится ужасно, как бы, вот именно это положение Эпикура, потому что, с моей точки зрения, если ты намерен что-то в жизни предпринятия сделать, ты обязательно встретишь противодействие кого-нибудь. Потому что мир – это в том числе и управление ресурсами, а управляющих ресурсами много, потому что ресурсов ограниченное количество. Так что получается, что Эпикуровский мудрец – он такой недеятельный мудрец. Он почти что бесполезен для общества. Он точно не платоновский страж. Так что вот такая вот философия. То есть в ней есть и ценное. Все-таки Эпикур, хоть и дружба его не глубока, но все-таки этот человек достаточно приятный. И некоторые мысли, которые у него были, они полезны были на определенном этапе. То, что утверждение о том, что надо бороться со своими страхами – это полезное и интересное утверждение. Давайте, собственно, о стоицизме. Ну, видимо, придется говорить уже, так сказать, такой… Я не люблю говорить с короговоркой, но будем двигаться быстро. Значит, стоицизм, как видите, появился тоже примерно в ту же самую эпоху, как и предыдущие философии. То есть если вы обращали внимание на годы, вы увидите, что, в общем-то, все эллинистические вот эти вот философии, они возникают вот в третьем-четвертом веке. Значит, если говорить о родоначальнике стоицизма Зенони, то есть он из Малой Азии, и вообще, как я по всей видимости, греком не был, но он был торговцем, который потерпел кораблекрушение, достаточно расстроенных чувств по этому поводу. Он скитался по Атике и разговаривался с продавцом книг. Ну, то есть у него был досуг, он прочитал один из свитков философских, ему понравилось то, что он прочитал. Он сказал, слушайте, а вот вообще философы-то они… Ну, то есть книги их есть, а сами-то они есть. Да есть, вот, пожалуйста, он там стоит, видите. А там был какой-то кинек. Ну, соответственно, Зенон начал с этим кинеком общаться. Вот, а потом, собственно, вот Шнур Байсов начал искать свою философию, не нашел, должен сказать. И поэтому в некотором смысле он попытался создать свою собственную. Ну, разумеется, в качестве исходного пункта для практически любых философий в Древней Греции, вот такого классического и постклассического периода, у нас была, так сказать, вот такая этическая позиция Сократа. То есть, вот, соответственно, вот ранняя стоя – это тоже такое, знаете, вот… Это про Сократа, но, опять же, отмечаются совершенно другие атрибуты сократической жизни. То есть, смотрите, вот на что обращает внимание Зенон? На то, как мужественно себя вел Сократ на суде, на то, как он, вообще говоря, мужественно встречал всевозможные превратности, судьбы, да, если угодно, на то, насколько спокойно он относился, допустим, даже к своей сварливой жене, вот, к Сантипе, помните, там всякие истории были с этим связаны, на то, какую он общественную позицию занимал. Ведь Сократ не просто так вот занимался своим философствованием, он это делал с целью, он желал общественного улучшения, и вот эта вот активная жизненная позиция, замешанная на достаточно тонкой философии, это то, что привлекло Зенона. То есть, активная жизненная позиция. Но, разумеется, философия стоицизма касается не только жизненной позиции, просто этическая сторона вопроса у стойков, она самая ценная. Вот по этому поводу... Ну, давайте я так немножко здесь закончу на этом слайде. Мы сейчас двинемся дальше, уже будем говорить про стоицизм. Значит, есть еще средняя стоя. Ну, на самом деле, тут нужно не только одного поседония выписать, потому что средняя стоя, она подводит итог ранней стои. И вообще, в принципе, вот эта концепция оформляется. Это нечто более-менее замкнутое. Например, средними стойками была получена... Спасибо. Например, средними стойками была получена новая логика. То есть, впервые после Аристотеля был сделан следующий шаг в появлении новых логических систем. То есть, если вы знаете, вы помните логику Аристотеля... Ну, ладно, давайте до логики тоже сейчас доберемся. В общем, это было сделано в средней стое. И, опять же, вот позиция, этическая позиция стоицизма в средней стое приняла такой более-менее совершенный характер. То есть, вот это как раз та самая была стоя, которая так понравилась римлянам. Потому что вот эта активная жизненная позиция, следование идеалам общественной пользы, это то, что вот привлекало римлян очень. К тому же, вообще говоря, стоическая философия, она была очень практически направленной. То есть, это была очень практическая философия. И изначально римляне восприняли именно эту пользу. Не могу сейчас говорить, извините. Именно эту пользу, которая непосредственно приносила эта философия, именно практическую пользу. Я потом зачитаю несколько цитат. То есть, не этический идеал, а вот именно прям практические наставления, которые были у некоторых стоических философов. И вы увидите, действительно, некоторые вещи очень полезны, в том числе для того, чтобы принять не просто их сведения, но еще и чтобы им следовать. И в итоге у нас формируется римский стоицизм, особое явление, то, что непосредственно предшествует христианству в значительной степени. И это довольно глубокая концепция. Она, скажем так, получила некоторую глубину именно потому, что Рим был большим, сложным, многофакторным обществом, в котором стоическая философия нашла свое место. Я на конкретных примерах буду как раз вам показывать это дело. Давайте, собственно, уже в быстром темпе пройдемся по основам стоицизма. Система знаний стоицизма ключевыми уровнями знания и разделами философии стоицизма считается, во-первых, логика, во-вторых, физика и, в-третьих, этика. Логика у стоиков очень сложная и разнообразная. То есть они полностью восприняли аристотельскую логику и активно ей пользовались. В частности, был добавлен ими новый тип силогизмов. То есть у Аристотеля было три типа силогизма. Они добавили четвертый тип силогизмов, ввели модусы силогизмов. То есть в итоге получилось 12 разновидностей силогизмов в целом. То есть, как видите, логикой они занимаются очень серьезно. Кроме того, они взяли и создали, по сути, новую логическую систему. То, что вы знаете через систему логического исчисления, исчисления предикатов. То есть это конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и так далее, вот эти функции. То есть по функциям логической истинности исчисления, начало этого лежит как раз у стойков. Так что логикой они занимались много и серьезно. Дальше физика. Физика у стойков была материальной. То есть они были материалистами. То есть это был такой похожий на аристотельский мир. То есть мы уже об этом говорили, об аристотельском мире я повторяться, наверное, не буду. То есть про все эти элементы там и так далее. Но важно то, что ничего похожего на мир идей, как нечто существующее отдельное, такое платоновское, не существует. Более того, не существует вот такой вот бессмертной души. Я, кстати, не сказал, что у эпикура тоже бессмертной души не существует. То есть по эпикуру то, что мы можем назвать душой, разумом человека, оно исчезает вместе с телом. Ну и вот у стойков нечто похожее. То есть душа тоже не является бессмертной, душа является материальной. Просто душа сделана из более таких эфирных, ну, если говоря, из более эфирной материи, из более тонкой материи. Поэтому душа может еще некоторое время существовать после смерти тела. То есть таким образом они пытались объяснить наличие каких-то призраков. То есть нужно понимать, что стоя, она с одной стороны практическая философия, а с другой стороны философия, где многое граничит с предрассудками. Поэтому вот им хотелось, допустим, объяснить наличие призраков. Потому что очень часто говорили, ну, призраки ведь есть, значит, и есть бессмертная душа. Они пытались сказать, что призраки тоже материальны. Значит, мир находится в состоянии эволюции. Причем это эволюция от одного мирового пожара к следующему. Это такая пульсация от одного пожара к следующему. Честно говоря, достаточно безрадостная картина. Потому что а впереди что? То есть есть какое-то посмертное существование? Нет. А в материальном смысле что впереди? Мировой пожар. Ну, как-то вот смотреть на это неприятно. Кроме того, материализм у стойков такой, знаете, кондовый, греческий материализм, подразвивающий под собой полный детерминизм, то есть полную определенность. То есть любые материалистические системы детерминистичны. А значит, все, что происходит закономерно, но вместе с тем и никакой свободы-то нет. И в том числе человек тоже не свободен. Но внутри нас существует душа, которая чувствует, что все-таки свобода есть. И вот здесь вот в стойцизме самая главная дыра, ну, такая не логическая, а такая чисто метафизическая дыра. Потому что, с одной стороны, мы имеем полностью обусловленное внешними условиями тело, и на его поведение мы влиять не можем. Потому что оно обусловлено детерминизмом вот этого материального мира, частью которого оно является. Но, с другой стороны, внутри нас есть разум, который индетерминистичен. В котором есть вот такие вещи, как эмоции. Мы можем по поводу неустроенности этого мира испытывать неудовольствие. Вот не получилось так, как мы хотели. А почему не получилось? Была к этому некоторая определенность. Допустим, проспал человек, не пришел на лекцию. Почему он проспал? Почему не пришел на лекцию? Потому что поздно лег. А почему поздно лег? Потому что была работа. А почему была работа? Потому что кто-то на работе скотячил, и в итоге, собственно, вот этот ком дополнительной работы лег на него. ну то есть вот все друг за дружку цепляется превращается в такой вот набор из костяшек домино и вот человек по поводу этого испытывать неудовольствие вот там кто-то с косячил у него тоже с эти были свои причины а вот я в конечном счете вынужден расхлебывать в итоге они пришел на лекцию ну вот вот такой тип скажем так философствования как раз вас стойкам был не близок и они как раз вот старались от этого уйти вне зависимости от того что ты по поводу этого мира думаешь этот мир будет идти своим чередом так научи свой разум относиться к этому спокойно не надо переживать в конце концов не все зависит от тебя вот если что-то зависит от тебя делай но опять же бесстрастно если от тебя ничего не зависит не переживай не страдай бессмысленно ты можешь сопротивляться какой-то внешней определенности но зачастую это совершенно бесполезно потому что внешняя определенность бывает сильнее тебя и здесь появляется такой образ знаете такой собачонки которая привязана к телеге веревкой вот эту телегу тащит два больших быка вот они тащат эту телегу а собачонка привязана к этой телеге и она упирается своими маленькими четырьмя лапками с ковчит там переживает тявкает а быкам пофигу абсолютно они тянут и тянут свою телегу и каков в общем-то правильный ход вещей да и нужно просто перестать сопротивляться как говорится расслабиться и получить удовольствие ну вообще говоря стоицизм не только в этом потому что вот если если бы стоицизм состоял бы только из такого в этом немного мудрости а соль стоицизма в том как стойко переносить но собственно стой когда стоицизм стойко это в общем то слова которые стали однокоренными вот как стойко переносить всякие разные жизненные неурядицы то есть стоицизм выработал особую философию отношения именно к жизненным неурядицам и стоицизм особенно вот вспыхивает в человечестве всякий раз тогда когда общество теряет свою цельность и И, в общем-то, начинаются в нем разрушительные процессы. И тогда, как правило, стойков в нем становится больше. То есть на фоне падения нравов, как правило, в качестве реакции возникают стойки. То есть нужно просто оставаться нравственным человеком, потому что вот этот внутренний закон внутри нас, он довольно важен. Он важен, как некоторая опора. Человек, опираясь на этот закон, способен сделать большее. Он больше может. Это делает его более эффективным. То есть человек перестает быть тростинкой на ветру. Он становится мощным дубом. И ничто уже не способно сдвинуть его с его позиции. Он будет стоять незыблемо, как камень, как дуб. И он приобретает здесь соответствующую силу. Ну вот парочку цитат. Кто согласен с тем порядком вещей, которые есть в мире, того судьба ведет, кто не согласен, того она тащит. Вопрос, кто больше переживает и кто испытывает больше страстей, то есть тут нужно достичь вот этого, так сказать, состояния атораксии, но вот вряд ли оно возникнет у того, кого она тащит. Или вот такая вот известная фраза, ее приписывают Марку Аврелию, правда он немножко не так ее сформулировал, но в культуре, так сказать, зафиксировалась именно эта формулировка. И она крайне известна. То есть просто есть как бы вот то, что должен делать человек при любых обстоятельствах, потому что это и есть нравственный закон. А бояться не надо, что в итоге вот хуже на самом деле приступить к закону. Ну, я обещал несколько практических высказываний. Вот я в качестве как бы таковых выбрал Синеку, потому что у него есть книга таких практических, так сказать, высказываний. Вот там, это книга писем, там, то есть он был наставником по отношению к молодым людям, вот, и вот он, так сказать, вот свое наставничество в итоге выразил в таком вот наборе рекомендаций. «Сделай первый шаг, и ты поймешь, что все не так уж и страшно». Мы не осмеливаемся на многие вещи, потому что они тяжелые. Но на самом деле они тяжелые, потому что мы не осмеливаемся сделать их. Работы с умом, а не до ночи. Сильнее всех тот, который владеет собой. «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, то для него ни один ветер не является попутным. Если ты не можешь изменить мир, то измени свое отношение к миру». Вот все, что я сказал, это вот прям попало буквально в основу, в корень нашей культуры, согласитесь. Вот все эти фразы вам знакомы. Вы это все знаете. То есть вот все, что я процитировал, все вы в это знаете. То есть философия стоицизма, она очень такая народная и, в общем-то, несложная. Сложно исследовать, да, но сама по себе она несложная. Но, скажем так, вот эти практически рекомендации Синеки, они хороши. Особенно если, скажем так, забавно посмотреть, как бы вот, что адепт, скажем так, такого стоического воздержания там от, скажем так, от каких-то чрезмерностей, вот. Вот. При этом был очень богатым человеком. Ну, он считал, как бы, что, ну, да, я богат. Ну, ведь важно не то, что я богат, а как я к этому отношусь. Я могу с легкостью потерять свое богатство. Это никоим образом не изменит меня. Я не буду по этому поводу переживать. Кстати говоря, впоследствии в жизни так и случилось. То есть он потерял все свое богатство. Дело в том, что он был, ну, ни много ни мало премьер-министром всей Римской империи, вот Синека. То есть это был такой вельможа государственный, очень важный человек. Вот. И он был таковым, то есть при малолетнем императоре Нероне. То есть пока Нерон был мальчиком, собственно, он мудро управлял государством. Вот. Когда мальчик вырос, вот здесь для Синеки наступили тяжелые времена. То есть для начала, собственно, вот у богатого Синеки Нерон полностью изъял все его богатство. То есть по одному требованию, собственно, Синека, вот все свое огромное богатство, там, по-моему, 20 миллионов сестерцев, это, по-моему, 200 вазов с серебром. Вот примерно вот так, так сказать, отдал императору Нерону в казну. Ну, на самом деле, императору Нерону нужно было, как бы, в том числе и для личного употребления. А потом, ну, собственно, когда человек занимает определенную философскую позицию, и когда он имеет дело с безнравственным, так сказать, правителем, тут редко бывает гармония. Поэтому, в конечном счете, жизнь Синеки закончилась тем, что Нерон приказал, так сказать, Синеки покончить жизнь самоубийством. Ну и, соответственно, Синеки исполнил это приказание. Ну, потому что он был человеком государственным. Представляете, вот до такой степени он был стойком. Вот двое других, которые здесь перечислены, то есть Эпиктет и Марк Аврелий. Вот Эпиктет, он раб. А Марк Аврелий, как вы знаете, император. Синека, соответственно, государственный деятель высокого полета. То есть, видите, среди стойков немало таких важных государственных лиц. И, вообще говоря, философия стоицизма достаточно глубоко проникла в римскую аристократию, став, по сути, какой-то идеологией, мировоззрением вот этого римского аристократического корпуса. Вот. Но лично мне как-то вот больше всего не вот эти вот мудрые изрещения, допустим, Марка Аврелия или Синеки нравятся, а вот именно то, как писал просто и вместе с тем возвышенно Эпиктет, то есть раб. Ну, конечно, был впоследствии освобожден от своего рабского состояния, но тем не менее таково было, так сказать, его изначальное состояние. Я вам зачитаю это дело, чтобы вы просто прониклись вот этим, собственно, духом этой философии. Потому что дух, философия много важнее, чем какие-то конкретные, так сказать, метафизические, там, прочие основы. Вот в стоицизме особенно важен этот вот дух. Ты малая душа, носящая тело. Видите, в позднем стоицизме уже появляется нечто платоническое, да? То есть душа, носящая тело. То есть, конечно, и у ранних стоиков душа существовала, но она была материальной. А вот здесь уже чувствуется как бы нечто такое, такая нематериальная, такая имманентная по отношению к материи душа. То есть у позднего стоицизма, да, вот уже появляется вот это. Ты малая душа, носящая тело. Зевс не мог сделать тело свободным, но он дал нам частицу своей божественности. То есть свободу, свободу души. Бог – Отец людей, и все мы – братья. Мы не должны говорить «я – афинянин, я – римлянин», но «я – гражданин вселенной». А если бы ты был родственником Цезаря, ты бы чувствовал себя в безопасности? Так насколько же больше ты должен чувствовать себя в безопасности, будучи родственником Бога? Ну, поскольку тот дал, так сказать, свою частицу, да, вот, своей божественности, свою свободу. Если мы найдем, что добродетель – это единственное подлинное благо, то мы увидим, что никакое действительное зло не выпадет на нашу долю. Вот про зло еще будет впереди, потому что мы сейчас доберемся до плотина, вот, а плотин в какой-то степени разрешил проблему зла. Ну, последняя цитата из Эпиктета, чтобы было понятно, что это такое. «Я должен умереть. Но должен ли я умирать стеная? Я должен быть заточен. Но должен ли я горевать из-за этого? Я должен подвергнуться изгнанию. Может ли при этом кто-либо помешать мне идти туда с улыбкой, полному смелости и спокойствия? Открой мне тайну. Я отказываюсь сделать это, ибо это в моей власти. Ну, тогда я закую тебя в цепи. Что ты можешь говорить мне, человек? Заковать меня? Мои ноги ты сможешь заковать. Да, но вот мою воли нет. Даже Зевс не может победить ее. Я заточу тебя. Ты подразумеваешь мое тело? Я обезглавлю тебя. Ну и что же? Говорил ли я тебе когда-либо, что я единственный человек на свете, которого нельзя обезглавить? То есть вот чувствуете, да? Вообще, конечно, в малых дозах подобная проза приятна. Но в малых дозах. Потому что эпиктета, читаешь, там практически из всего этого она состоит. Немножко утомляет. Но все равно, в таких вот малых дозах это достаточно возвышенно, интересно. Рисует некоторый идеал. Вот этого стоического мудреца. Причем этот идеал, он совершенно не зависит от культуры, в которой мы живем. Вот примерно то же самое мы видим у китайцев. Примерно то же самое мы видим у индусов. Да повсюду мы это видим. То же самое. Значит, стойки добрались до чего-то. Вот человек и общество. Покажите мне человека, созданного по мерке тех суждений, которые он изрекает. Точно так же, как мы называем фидиевые статуи, которые высечены по правилам искусства фиди. Покажите мне человека, пораженного болезни, и все же счастливого. В опасности, и все же счастливого. Умирающего, и все же счастливого. В изгнании и счастливого. В немилости и счастливого. Покажите мне его. Клянусь богами. Я увижу стойка. Но нет. Вы не можете показать мне законченного стойка, но покажите хотя бы формирующегося. Того, кто вступил на этот путь. Окажите мне эту милость. Не лишайте меня, старика. Зрелище, которое доселе я не видывал. Что? Вы думаете, что собираетесь показать мне фидиевого Зевса или же Афину? Статуи, слоновые кости и золота. Душу я хочу видеть. Пусть кто-либо из вас покажет мне душу человека, жаждущего быть единым с Богом. Жаждущего не обвинять более ни в чем Бога, ни человека, никого. И ни в чем не терпящего неудачи, не испытывающего несчастья, свободного от гнева, зависти, ревности. Того, кто, зачем же скрывать мою мысль, жаждет изменить свою человечность. Божественность. И кто в этом жалком своем теле поставил себе целью воссоединиться с Богом? Покажите мне его. Нет, не можете. Вот римская литература, она вот вся такая. Ну, не вся, конечно, но какие-то хорошие образцы. Вот когда, допустим, доберемся до того же самого плотина, но я уже не буду цитировать такими кусками плотины, там тоже очень много красивого. Римляне, в отличие от греков, таких сухих, таких педантов, были возвышены. Ну, снизим немного, скажем так, градус пафосности. У всего есть конец. В том числе конец есть и у Римской империи. Правда, этот конец наступил не сразу. Римская империя перед своим падением пережила короткий рассвет. А между этим рассветом и своим окончательным падением в V веке был так называемый рассвет Диоклетиана. Вот там был кризис III века. Вот как раз на кризис III века приходится львиная доля всей римской философии, такой, знаете, законченной, такой цельной, настоящей. То есть там же появляется патристика, там много что появляется. И там же появляется неоплатонизм. Кризис III века – это страшная штука. То есть представьте себе, к 260 году население империи упало более чем на треть. Это просто как бы статистика, да? За 50 лет с 1935 по 1985 год на престоле сменилось 25 императоров. То есть смотрите, получается, каждый император в среднем правил всего лишь два года. Ну, конечно, там по-разному бывало. И лишь только двое умерли своей смертью. И то один из них, в общем-то, ну так, скажем так, в походах, в заботах. То есть это, безусловно, кризис. То есть империя начала постепенно вот так декомпозироваться. То есть уже Диоклетиан, собственно, вот вместе со своими соправителями разделил ее на две части – на восточную и западную. То есть это стало возможным. Вот раньше империя была устойчивой. Но вот это было до кризиса третьего века. Ну и, соответственно, мягко говоря, тяжело в эти времена жилось. Это была явно такая проблемная ситуация. А в проблемной ситуации, разумеется, появляются соответствующие философии. И вот Платин – это такая философия, знаете, ухода от мира этого. Вот от этого мира, где он видел сплошное тленное разрушение, в мир иной. В мир бесконечного блеска чего? Особого духовного света, особой духовной субстанции. Это был не просто Платоник, а Платоник, возведенный в квадрат. И что дало ему эти силы? Вообще есть разные инсинуации по поводу Пифагора, Платона. То есть чувствуется в их философии, что они обращались к тем или иным мистическим практикам, по всей видимости, из Египта пришедшим. Вот Платин, видите, здесь на картинке такое потустороннее лицо. Это философ-мистик, но который вместе с тем свою мистику превратил в основу для философии. То есть то, что он описывает в своих инеадах, это вот сборник трактатов, то есть шесть девяток инеады, девятки. Видите, даже количество, собственно, этих трактатов и их, скажем так, подразделения, то есть девятка – число священное, шестерка – число тоже священное. Почему священное? Потому что произведение со множителей дает шестерку, так же, как и сумма слагаемых. То есть один плюс два плюс три – это шестерка, один умножить на два умножить на три – это шестерка. То есть Пифагорейцы к таким вещам относились очень серьезно и с тех пор зафиксировалось в греческой культуре, что шестерка – это число такое вот священное. И неудивительно, что Платин, он свою философию пропитал полностью таким вот пиететом по отношению к таким священным вещам. Но вот потому, что он пишет в своих инеадах, видно, что он, безусловно, испытал, по всей видимости, в ранней своей жизни, еще вот, когда еще он был молодым человеком, особый мистический опыт, опыт пребывания в иных буквально мирах. Ну, могу сказать сразу, как бы, вообще говоря, бывает измененное состояние сознания. То есть я сейчас не утверждаю, как бы, что, так сказать, существует какое-то такое, знаете, по всю и потусторонний мир. Я просто хотел бы утверждать, что Платин в него верил, безусловно, потому что он это видел и чувствовал, он это пережил. Он пережил то, что он описывает. Он пережил вот этот вот настоящий блеск иного мира, мира умопостигаемого, мира, не просто мира идей Платона, вот он пошел дальше Платона. То есть если мир Платона, он такой, знаете, он пропитан платоновской метафизикой, здесь это пропитано большим чувством, здесь это пропитано таким огромным воодушевлением от лицезрения чего-то такого сверхъестественного, в который окунулся Платин в своих вот этих вот мистических погружениях. К чему он в итоге пришел? Мир, как и у Платона, состоит из материи и души. Ну, душа, разумеется, у Платина имеет большее значение, чем у Платона. То есть здесь Платина начинает уже рисовать как бы некоторую структуру души. Кстати говоря, вполне интересная структура, потому что душа триедина. То есть впоследствии, кстати говоря, вот эти не платонические идеи, они заиграют и в христианстве тоже. Душа триедина, потому что в ней есть разные ипостаси. Причем эти ипостаси, они обусловлены именно рациональностью, они философски обусловлены. То есть, безусловно, как и у Платона, помните, там был ум как часть души, ум, да, который, собственно, мог лицезреть непосредственные идеи. Но идея есть нечто неизменное, и ум, в какой-то степени, он должен быть подобен тому, что постигает. То есть тоже он должен быть неизменным. А значит, ум, как некая постигающая часть нашего сознания, после постижения не должна меняться. Значит, любые изменения в нашем сознании должны были находиться в другой части души. В той части, где, например, происходит в том числе и восприятие. То есть есть и душа. То есть получается, что если в нашем разуме должна быть неизменная часть, а должна быть и изменяющаяся, значит, в нашей душе должно быть это подразделение на две, так сказать, буквально на два разных качества. Ну и, наконец-то, существует то, что их объемлет, то, что называется единое. То есть нужно то, что нужно, нужно некоторое метафизическое начало, которое обеспечивает склейку столь разнородных, разнородных элементов. Единое. Но самый, а вот дальше начинается мистика. То есть если здесь пока у нас только философия, дальше начинается мистика. Потому что Платин утверждает, что точно такой же структурой обладает и душа мира. Причем самая важная, самая глубинная часть этой души – это единое, но мы его познать не можем. Оно по своей мощности превышает наши возможности. Но мы можем своей душой войти в душу мира. И тем самым мы можем соприкоснуться в душе мира с теми изменениями, которые в мире происходят. А эти изменения продиктованы, в свою очередь, мировым умом. То есть вот в мировом уме, как в этом мире идей платоновском, хранятся эйдосы, из которых впоследствии появятся материальные копии. Но эти материальные копии, они живут в этой самой мировой душе. То есть наивысшее, наивысший уровень души – это единое. Из него вот проистекает, помните, я уже говорил как бы сегодня про эманацию, проистекает мировая душа, а из него проистекает ум. Ну, честно говоря, это довольно сложное понятие, за короткое время особо и не скажешь. Но здесь важно другое. Он много говорит про мир материи, он его считает более низменным, чем таковой считается у Платона. То есть мир материи Платина более низменный, чем мир материи Платона. И всё то негативное, что есть в мире, оно, собственно, негативным является потому, что соткано из материи. То есть материя является плохим веществом для реализации в нём вещей. Материя постепенно разрушается, материя инертна, и вот здесь, кстати говоря, впервые появляется понятие инертности у материи. То есть материальные вещи инертны. Впоследствии из этого родится инертное представление о массе. Вот удивительное дело, многое из Платина впоследствии станет строительным материалом для создания вот этих вот понятий в науке нового времени. Инертная материя. Причём материя – это не равноправное, как у Аристотеля было, да, так сказать, начало вещей вместе с формой. Нет, материя – это значительно более низкоуровневое такое начало. А значит, душа полностью над ним давлеет. Материя полностью постигаема. Материя полностью движима. То есть душа может заставить двигать материю. Но материя всё равно разрушается. И материя всё портит, в конечном счёте. Любые начала души. Поэтому, тем самым объясняется природа зла. Зло от материи берётся. Но мы можем понять, почему материя искажает наше восприятие. Весло, опущенное в воду. Вот этот пример так любили скептики. Кажется нам изломанным. А платин говорит, на это должна быть причина. И не такая сложная. Бог нам дал душу для того, чтобы постичь, в том числе, этот простой материальный мир. У нас есть такая возможность. То есть мир постигаем. Материю можно понять. Все эти причины, по которым весло кажется изломанным, если оно погружено в воду, почему оно кажется таковым, в этом тоже можно разобраться. Мир постигаем. В итоге, что мы видим? Мы видим, что уже на заре нового времени, допустим, во Флорентийской академии, вот её участники, а кто там участниками были, да? Ну, например, Галилео Галилеи, между прочим. Вот они были неоплатониками по своей сути. Дальше вот такая мысль, плотина. Книга мира написана Богом на языке математики. Вот это вам ничего не напоминает? Впоследствии Галилей, веря в эту фразу, реализовал её, собственно, в математическом описании мира. То есть галилеевская динамика была первым таковым описанием, динамическим описанием, не кинематическим, как, допустим, это было у Птолемея, а именно динамическим описанием. То есть неоплатонизм, такой далёкий от этой физической реальности, в котором так много говорилось о каких-то божественных сущностях, в итоге оказывается строительным материалом для того, чтобы создать науку нового времени. Вот это вот удивительная штука. Ну, вот в философии частенько приходится удивляться подобным образом. Что ж, ребята, за всем мы заканчиваем изучение античной философии. В Средневековье мы, так сказать, практически не затрагиваем. Хотя уже в античности существовали философы, допустим, патристика, но они скорее относятся уже к средневековому этапу развития философии. Ну, по крайней мере, мы в более-менее полной мере рассмотрели именно античную философию. Спасибо вам за внимание. Помните о том, что все эти наши лекции записаны. Ну и надеюсь, что у вас найдётся как-нибудь досуг на то, чтобы к ним обратиться вновь. Потому что, ещё раз повторяю, задача этого курса была в том, чтобы указать вам путь, указать вам дверь. Потому что, как только у вас возникнет проблемная ситуация, есть способ её разрешения через философию. Способ, неоднократно сработавший. Спасибо за внимание.